У нас сегодняшний влог начинается с Погонсо, это что-то типа местной поликлиники большое, но чуть больше, чем поликлиника. Ой, как холодно. Я приехала, мне нужно поставить одну прививочку. Чего-то не голодна, я ничего с утра не ела, я голодная. Сейчас еще буду прививку ставить. В таких Погонсо есть еще столовые. Вот сегодняшнее меню. Такой более европейский стиль. И корейский. Мы реально задумались о том, чтобы поставить прививку и поесть здесь. Выглядит очень вкусно. Вообще это такое, знаете, большое здание. Это не совсем как поликлиника, но это и не больница. Это, я не знаю, это большой поликлиник. Я, в общем, Погонсо это, Погонсо. Да, и в таких заведениях в Корее нигде не одевают бахилы. Ничего такого, поскольку даже, кстати, в больницах бахилы переодевают. В основном, если это какие-то серьезные больницы, то переодеваются в тапочки. А в такие заведениях нет. Так, все чисто. В общем, мы, оказывается, приехали как раз таки в обиденный перерыв. Видите, сейчас все закрыто. И поэтому мы решили все-таки покушать. Сейчас покушаем там. И потом пойдем уже получать прививку. Я не знаю, что я могу купить в обиденный перерыв. В общем, и морзон, бахиле. 4200 ой а 4200 стоит такое принятие пищи по сельским ценам это очень дешево для полноценного обеда вот такие вот талончики мы получили вот такой вот получился наборчик причем не выдают а ты можешь класть сколько угодно например рис или пончан и там хочешь положил себе чуть-чуть того что тебе не нравится и побольше того что нравится когда я была например все ульской столовой там выдавали уже готовые порции а здесь вот можно класть сколько угодно а вообще здесь смотрите перед погон со идет ремонт причем очень интересно было огромная большая стоянка а теперь ремонт чтобы сократить ее и засеять зеленью представляете наоборот в обратную сторону ремонт обычно делают чтобы сделать стоянку да все вкусно поели получили я получила я получила бешеные автобусы автобусы в корее как хотят так и водят реально автобусы в корее это да а еще только что с юнцебом говорили он рассказал что вели нововведение в принципе недалеко от школ да то есть нужно стоит всегда ограничение по скорости там 30 километров в час и так далее а теперь вели ограничение что любая авария которая произойдет недалеко от школы например даже если ребенок выбежит на красный свет то любая авария с ребенком недалеко от школы это ошибка водителя то есть все равно будет виноват водитель и должен будет там платить водитель его лишают прав там ну зависимость уже от серьезности какой-либо аварии поэтому чтобы избежать этой аварии водители должны быть просто максимально максимально внимательные когда проезжают школы как вы думаете что вы думаете по этому поводу я в принципе считаю что это достаточно хорошо потому что дети могут повести себя абсолютно по-разному но водители должны быть внимательны потому что когда ты проезжаешь мимо школ тем более начальных и средних нужно не гнать даже пускай тебе зеленый свет но все равно смотри по сторонам смотри на светофоры и так далее поэтому я считаю хорошее нововведение а мы едем в и март сегодня продуктивный день пришли сейчас в и март чтобы закупиться всем необходимым что нужно взять с собой плюс подарочки подарочки нашим всем зашли в дайсо взяли себе маски сегодня воздух так себе и у и уже дорогу зубные щетки салфетки это вот чтобы снятие макияжа салфетки чем уже подготавливаться дорогу и и ждем тортик смотрите какие здесь они классные тортик на рождество единственно что в этот раз мы решили брать не целый что-то как-то целый мне кажется у нас не влезет поэтому мы решили взять кусочками вот такой вот клубничный и вот такой так обычно мы целый берем в общем мы приехали на дтп сегодня под вечер здесь 7 часов будет такое шоу огней и тут еще оказалась небольшая сцена но А еще здесь небольшой такой рыночек развернулся на ДТП. Куча-куча разной одежды, прям вот рождественский базар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приехали на Чонгичон. А тут рядом на площади тоже какой-то фестиваль. В общем, сейчас куда не пойдешь, везде какие-то сцены, какая-то музыка, какой-то фестиваль. Поэтому посмотрим здесь тоже. Во всяком случае, ДТП было красиво. У нас сегодня разъезд, везде что-то смотрим, ездим. И шоппинг немножко, кое-что прикупили. Подарок. Поскольку подарок показать не могу. В общем, это оказывается религиозный рождественский концерт. Вот, а мы идем сейчас на Чонгичон. Здесь тоже прям движуха еще та, я вам скажу. Народу очень много. Мы тут с Янцобом держимся крепко за ручки, чтобы друг друга не потерять. Куда не тормозил? Сколько палаток здесь с едой? Мы с Янцобом уже проголодались, поэтому сейчас что-нибудь перечисим. Что тут есть? А я вам не 좋아하는? Гумоббан, танк, санк, санк... О, дайссо, дайссо. Дайссо? Не, ну, я тоже. Можешь? Что? Паркоси? О, хорошо. Ты иди, давай! Поехали! 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 Ооо, как много народа! Мы даже идти не можем! Мы не можем! Я думаю, что это очень хорошо! Я думаю, что это очень хорошо! Это очень хорошо! Это все-таки много людей! И так много людей! И так много людей! Субтитры создавал DimaTorzok В этот раз тоже видите они запускают только прошлый раз были кораблики когда был фестиваль фонарика в этот раз вот такие как фонарики О, 근데 진짜 шоя, 여보, 진짜 шо А или же нет, или же нет 진짜 шо 근데 이건 물 안 하잖아 А, это очень красиво такие ворота просто обалдеть живую просто обалденно выглядят О, это не видно А, вот здесь видно здесь смотрите, зона В из BTS сделали все фиолетов обалдеть Ничего себе Ничего себе Это немалых денег, я думаю, стоит, чтобы разместить на Чонгичоне Смотрите, как много народу В общем, там мы не стали брать шашлычок потому что было очень дорого обычно они стоят там 3-3 500 там они было 5 тысяч за одну ну, конечно Чонгичон поэтому прошли чуть подальше и взяли подешевле Хе-хе, 잘 먹겠습니다 Та-дан ребенок счастлив поели шашлычка небольшое еще и омук тоже съели и сладкая вата все, что нужно для счастья О, 엄청, 엄청 밝은 게 아니어서 эммммм эмммм 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 эммм эмммм эмммм оем грех этот предъясни а мы уже приехали домой мы уже приехали домой вкусно поужинали у нас не праздничного у нас праздничный уже у нас будет завтра вечером вот праздничный ужин будет завтра вечером новогодний рождественский сегодня просто поужинали ой, 여보, кейк? 응 안 먹을래? а, просто хочу кейк а, кейк? 안 먹었어? ума, ума 내일 먹자 내일 먹자 это было про торт посмотрели фильм и пути потихонечку ложится спать так что спасибо, что посмотрели этот влог всех люблю, пока-пока и и и и и и